Александр, вы знаете, вот тут гулял по Киеву, каштаны цветут, хорошая погода, девушки гуляют, одного не понял. По всему Киеву плакаты написано Евро-2012, хотя я сам лично знаю, что Евро-10.45 максимум, это в обмене, а если на троещи не менять, так там вообще... Иван, просто 2012 это 2012 год, чемпионат Европы по футболу пройдет в Украине и в Польше, а в Киеве будет финал. Так нужно строить стадион, Александр. Строит стадионы и строит причем ведущие специалисты, а принимает их работу Григорий Суркис. Понимаю, про каких специалистов вы говорите. Пародия на нашу Рашу, в большой разнице. Мы живем в самой удивляющей стране на свете, а все остальные нет. Только у нас песни Поплавского и мировой кризис это равноценные проблемы. Это мы платим штрафы за превышение скорости побыстрее, чтобы постовой не догадался, что мы пьяные. Только наши певцы зарабатывают на выборах чаще, чем на корпоративах. Мы гордо называем свою страну Украина, а иностранцы завистливо говорят с акцентом, а где это? Но все-таки она наша. Наша, а не ваша. А это Киев, столица нашей родины. Жилье в Киеве настолько дорогое, что даже олигархи вынуждены жить за городом, в конче заспал. Именно здесь, в Киеве, на стадионе Олимпийский, трудятся над Евро-2012 московские гости из Средней Азии. Равшан и Джамшут. И вот по левым плану бежит Джамшута Мама, и дарает Косана Равшана Мама, Равшана Мама, финтит, финтит, демонстрирует триплинг, бухар, фунт, Равшана Мама, чемпион, Равшана Мама, фунтва, голее, голее, голее. Что делаете, придурки? Мощальник к нам пришел, инсульт, привет. Так, что сидим, что не работаем? Вы хоть понимаете, какой масштаб вам доверили этот чемпионат Европы по футболу, Евро-2012? А, первый 2012. Какие нервы, идиот. Вы хоть понимаете, что такое чемпионат Европы по футболу, Евро-2012? Это же такое бабло в бюджет страны повалит. Вам такие цифры, идиоты, и не снились. Значит так, я тут прошелся по стадиону, посмотрел, что вы понаделали. Что вы понаделали? Это я вас спрашиваю, что вы понаделали? Почему в раздевалках команд нету туалета? Чамшут говорит, чтобы наши футболисты наконец-то по полю не ходили, а бегали. Идиоты! Что это за котлован на стадионе? Куда вы землю из центра поля подевали, а? Кассеты читали нам, земля в центре очень нам дорого стоит. Надо продавать, пока не поздно. По мозгам вам надавать надо, кретины. Значит так, систему подогрева поля должны были купить и установить. Купили или нет? Купили или нет? Я вас спрашиваю, купили или нет? Купили, но шальником, конечно, купили. Или нет? Показывай систему подогрева, а то поубиваю сейчас! Вот! Это что за хрень? Что за экономия и инновация? Вот так система подогрева нам, вот так система полива. Да я вам сейчас... Сейчас, сейчас... Да, алло! Как прилетели? Уже едут? Понял? Комиссия УЕФА уже на стадион едет. С минуты на минуту будут. И лично Мишель Платини. Ах! И Мишель Платини! Тебе вот он. Мишель Платини, президент УЕФА. Вы хоть соображайте своей башкой, что он со мной сделает. Ах! Секаса! Да. Секаса. Только без моего согласия и предварительных ласк. Притворительных ласк. Идиоты лучше! Значит так, слушайте мне внимательно. Вы накосячили? Вы будете отвечать перед комиссией за Евро-2012. И лично показывать Платини стадион Олимпийский. Ах! Ах! Как это показывать Платини письки? Сейчас узнаете. Придурки. Вуаля! Это представители украинской стороны. Бонжур. Же мапель Мишель Платини. О, шоника! Здрасте! Рады приветствовать вас, месье Платини. Это представители Украины. Господин Джамшут и господин Равшан. А я... Я переводчик. О, очень, очень хорошо. Давайте сразу к делам. Какая компания занимается строительством? О, это очень опытные строители. Совсем недавно в Донецке они принимали участие в строительстве самого дорогостоящего объекта на Украине за последние 30 лет. О, я знаю. Это Донбасс-арена. И, нашольники, сагородный дом Ахмета Оланова. Слушайте, давайте прямо сейчас пойдем все вместе и посмотрим, как продвигается строительство главный стадион. Пойдем, все вместе пойдем. И посмотрим. Я не знаю, что вы будете делать, но если у нас сейчас отберут Евро 2012, то уже сегодня же вы попадете в ад. А что они к этому... Вы не хотим обратно в душу льды. Идиоты. Вы, вы, вы. Все пойдем, посмотри. О, я понял. Мсье Равшан только что рассказал мне о том, что строительство главный стадион продвигается полным ходом. И я принял решение, что пока за Украиной остается право проведения Евро 2012. А через полгода я снова приеду сюда с комиссией. Мсье Равшан. Мсье Джамшут. Оу-ру-ру-ар. Пока. Пошельки. Что ты ему сказал? Волшебное слово. Какое? Откат. Вы понимаете, что вы самые гениальные, самые гениальные придурки в мире. Теперь у нас никогда не отберут Евро 2012. Верниться начальнику, можете завжди на нас розраховывати. Вот ласка. Верниться. Верниться.